Вот каждый вечер наливаем воду, греем, чтобы детей искупать, чтобы самим помыться. Чайники, кастрюли и ведра уже давно непременные спутники банной процедуры. Вопрос, когда тепленькое пойдет, два десятка рузаевских семей задавать властям уже устали. Трубы все гнилые, канализация вообще ни к чему. Одно мучение, одно мучение. И не знаем, сейчас уже к кому обратиться. На шум пришел директор управляющей компании. Сначала обижался на жалобы. Какая разница? Ну как видите, мушка зайдет. Потом принялся звонить в городскую администрацию. Мол, это там чиновники ответственны за решение проблемы. Хорошо, левое. Стараемся каким-то образом решить этот вопрос. Стараемся. Надо на сессии проведем, посмотрим, какие там деньги. Деньги на замену старых труп в муниципалитете, как утверждают, пытались найти все три года. Однако в одиночку коммунальные беды администрации не осилить. Жильцов призывают к самостоятельной инициативе и вступлению в ТСЖ. Пользуюсь, так сказать, камерой, обращаюсь к жильцам данного дома. Шанс не упущен. Только нужна инициатива снизу. Не может приехать ни Соколов, ни Зобнин, ни другой кто-то и навязать жителям. Выходит, коммунальное благополучие требует усилий от всех сторон конфликта. А если жильцы, управляющие компанией и администрация тянут ВОЗ в разные стороны, на лад их дело не пойдет. Анна Бриновец, Ирина Белова, Вести Мордовия, Розаевка.